Отвели опасность. Напомню, что 11 января в колодец упал мальчик. ЧП случилось на разделительной полосе проспекта Чулман, около 36-го комплекса. Отсюда 12-летнего школьника добрые люди доставили на машине домой. И только потом он с рваной раной на ноге отправился в больницу. А городским властям потребовалось несколько дней, чтобы решить проблему. Открытые люки в этом районе представляли реальную угрозу для жизни и здоровья челнинцев. Жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи говорят, что уже в понедельник снимут швы и отпустят мальчика домой. Сначала я проблылась как будто бы в сугроб, а потом оказалось, что в колодец. Там было три железки. Я забрался по ним, потом мне помог друг. Как оказалось, такая опасная ловушка здесь на разделительной полосе не одна. Со всех колодцев исчезли крышки, которые имелись при строительстве канализации и прокладки магистрали водоснабжения. И дороги, и инженерные коммуникации, которые проложены под дорогой, конкретно ливневая канализация, это объект незаконченного строительства. Этот объект числится за Диасом. Когда строительство объекта будет завершено и, наконец, обретет полноценного хозяина в управлении городского хозяйства, сказать не смогли. Этот вопрос находится не в их юрисдикции. После чрезвычайного происшествия на всех девяти колодцах появились временные перекрытия. Несмотря на то, что эти инженерные коммуникации не числятся на балансе челны водоканала, именно это предприятие и закрыло люки. В случае, если на пути челнинца встретится открытый люк, городские власти просят не проходить мимо, а сообщить о его местонахождении или в администрацию района, или же напрямую в управление городского хозяйства. Елена Портнова, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.